Добавились вы в группу. Для этого доклад собственно и делается, для того, чтобы вас как-то зацепить. Поэтому не принимайте все за чистую монету. Это все вопросы, которые могут быть для обсуждения. Итак, поехали. Достаем листики и ручки и шесть вопросов. Вопрос первый. Они на английском, я на быстро, на русском переведу. Один из ваших худших программистов, вы project manager. Во всех этих вопросах вы в роли project manager, team lead, leader, того, кто ведет команду. Один из ваших программистов, худших программистов, спрашивает, могу ли я поработать сегодня из дому. Ваш ответ, конечно, нет. Написываем 1а. Если вы отвечаете, пишите себе 1а. Второй, да, но ты должен мне что-то пообещать, и дальше вы с ним договариваетесь. И третий, конечно, почему ты спрашиваешь. Какой бы вы вопрос выбрали, себе ответьте честно. Ответили? Каждый вопрос содержит в себе, конечно, как бы широкую область для обсуждения. То есть вы можете подумать, ну, я бы сказал так, если я бы... Подумайте, какой вам ответ ближе всего. То есть держитесь того ответа, который вам по душе, который вам кажется правильнее всего. Готовы? Второй вопрос. Один из ваших программистов смотрит YouTube, хотя дедлайн уже близко. Что вы делаете? Первый, вы спрашиваете его, что ты делаешь или чем ты занимаешься. Второй, вы решаете с ним поговорить позже. И третий, вы присоединяетесь к нему. Смотрите вместе с ним. Ваши действия. Пишем 2а, 2б или 2с. Вопрос третий. Вы собираете митинг, а дизайнер, которая там нужна на митинге, она говорит, что у нее нет времени и она не собирается ваш митинг посещать. А вы менеджер. Первое ваше действие, вы требуете, чтобы она все-таки пришла на этот митинг и говорите ей, ты должна быть на этом митинге. Второе, вы говорите ей, мы с тобой твое отношение к этому всему обсудим позже. Или третий, вы предлагаете ей 50 долларов. По какому из этих трех путей вы как менеджер, как хороший менеджер, должны пойти, как вы думаете? Пишем 3а, 3б или 3с. Четвертый вопрос. Новый программист у вас в команде, который пропустил уже два, пропускает уже два важных дедлайна подряд. Без понятной причины. Что вы делаете? Требуете, вернее, просите его в будущем давать более частый репортинг. То есть репортить вам более часто, а не ждать конца достижения этого дедлайна и провала. Второе, вы просто ее увольняете, этого программиста, эту программисту. И третий вариант, вы повышаете зарплату этому программисту. По какому пути вы бы пошли как менеджер? И, кстати, как много здесь именно менеджеров? Кто из вас управляет людьми? Поднимите руки. Ну, практически все. Хорошо, значит, мы с вами на одном должном языке говорить. Четвертый, пятый вопрос. Всего их шесть. Вы понимаете, находите, что ваш программист работает, программист в вашей команде работает над чем-то, что другой, что ему попросили сделать, ее попросили сделать из другой команды. То есть вы смотрите, что ваш программист работает над чем-то, что ему вдруг поручила сделать другая команда. Первый вариант, вы просите эту программисту ее остановиться немедленно, прекратите это делать. Второй вариант, вы спрашиваете, а чем же она занята, что именно она делает. И третий вариант, вы идете в ту команду и просите проект менеджера научить вас менеджменту. Рассказать вам, как он этого добился. Вот три варианта. Ну и последний вопрос. DevOps к вам приходит, человек, DevOps, программист, неважно, приходит и говорит, что у него зарплата, у этого DevOps меньше, чем у программистов, которые работают рядом с ним. То есть в вашей же команде есть DevOps, есть программист. DevOps говорит, у меня почему-то зарплата ниже, чем я понял, что у меня зарплата ниже, чем у программиста, работающего рядом со мной. Первый вариант, вы обещаете ему повысить зарплату. Второй вариант, вы повышаете ему зарплату сразу же по результатам этого разговора. И третий вариант, вы ему предлагаете, ну так стань программистом. Вот три варианта. Записали, да? У вас должно получиться шесть цифр. Дальше мы выбираем за все цифры, которые вы видите в первой строке, если они у вас встречаются, вы себе даете четыре очка за каждую. Можете посчитать. Если вы находите ваши цифры, если ваши цифры есть в первой строке, по четыре очка за каждую из них. За эти вы даете себе по одному. А за эти ноль. Готовы? Нет. Долго вы, микроменеджеры. Менеджеры, да. Получилось? Цифра у вас должна быть в конце какая-то цифра от нуля до двадцати четырех. Если вы везде поставили по четверке, вы должны получить шесть у четыре двадцать четыре. Если у вас все нули, значит нули. Правильно? Получилось у кого-то у всех какая-то цифра, да? У всех в диапазоне от нуля до двадцати четырех. У кого получился ноль, поднимите руки. Вот я бы нанял того, у кого ноль. Если у вас больше, чем восемь, у кого больше, чем восемь? Вот вы точно микроменеджеры. У кого больше, чем шестнадцать, тот прям вообще ему не место в менеджерах. У кого больше, чем шестнадцать? Молодцы. Теперь разберем, в чем собственно речь. Должны быть у всех нолики, по идее. Если после этого доклада, по идее, вы должны стать цифрами ноль. Значит, в чем разница между менеджментом и микроменеджментом? Между плохим менеджментом и микроменеджментом? Кто знает? Кто может в одной фразе объяснить, в чем разница? Да, что делать и как делать? Микроменеджер говорит, как достичь результата. Нормальный менеджер, хороший менеджер говорит, что нужно достичь, чего нужно достичь. Вот, например, это рецепт. Кто может сказать, чего это рецепт? Я вам прочитаю. Это 250 грамм творог, одно яйцо, две столовые ложки муки, столовая ложка манной крупы, ложка сахара, щепотка соли. Смешиваем манку и соду, добавляем в смесь муку сахар, все хорошо перемешиваем, оставляем тесто на 20 минут, обжариваем по стандартной схеме. Что это? Сырники, совершенно верно. Это рецепт. Если я дам такой рецепт повару и скажу, делай вот так, это будет микроменеджмент. Нормальный любой повар скажет, слушай, дай мне приготовить тебе сырники, я сам знаю, как их делать, не нужен мне твой рецепт. Не надо мне рассказывать, как смешивать муку, не надо мне говорить, что нужно оставить все на 20 минут. Я на 14 минут оставлю, можно? И нормальный повар будет именно так. Повар, который привык к микроменеджменту, он скажет, замечательно, я сделаю все по твоему рецепту. А потом невкусно было, ну ты дал же мне рецепт. Ну, сори, я сделал все по рецепту. Правильный, это называется микроменеджмент. Когда мы даем своему сотруднику рецепт, когда мы ему даем алгоритм завершения, алгоритм выполнения задачи, это микроменеджмент. Сотрудники от этого страдают, нормальный профессионал никогда не захочет работать с микроменеджером, потому что он скажет, не надо меня учить, как мне писать код, не нужно мне учить, как управлять своим временем. Не нужно мне рассказывать, когда мне что делать, не нужно мне учить, где мне сидеть, за каким компьютером работать мне дома или работать мне в офисе. Я сам знаю, где мне лучше работать, поставьте мне цели. Скажите мне, что я хочу сырники, они должны выглядеть вот так. Они должны выглядеть вот так, они должны быть вкусные, они должны быть готовы через полчаса. Все. Вот это нормальный менеджер, который определяет цели, который не определяет процессы. А теперь давайте вернемся к нашим вопросам и обсудим все шесть вопросов и посмотрим, где из них был микроменеджмент, а где был нормальный менеджмент. Вопрос номер один. Приходит один программист и говорит, можно я поработаю худший программист, можно я поработаю сегодня из дому? Первый ответ, конечно, нет. Очевидно, что это микроменеджмент. Какая разница, худший он программист, лучший он программист или нет? Почему мы не можем исправить его путем микроменеджмента? Вы не сделаете из худшего программиста лучшего, если вы скажете ему, работай в офисе. Вы только переведете его в разряд, вы только ухудшите ситуацию. Он и так был худший, так вы его еще микроменеджментом добиваете. Вы еще ему говорите, нет, дома не сиди, теперь сиди в этом офисе. А еще и сиди прямо, и сиди на этом стуле, и вот за этим компьютером. И вот такие строчки кода ты должен писать. Вы полностью, вы только ситуацию ухудшите. Это самый худший ответ. Кто ответил 1А, подумайте об этом. Это ответ никуда не годится. Второй ответ, немножко лучше, но это манипулятивный ответ. Да, но ты должен мне что-то пообещать. То есть вы как бы вступаете в какую-то сделку с человеком. Это, в общем-то, не очень плохо, потому что, возможно, мы не знаем, что там за детали сделки, какую мы там обещаем. Может быть, мы хотим пообещать, что он, например, завершит какие-то задачи вовремя. Этот ответ немножко получше. Хороший ответ, правильный ответ профессионального менеджера. Он говорит, конечно, почему ты спрашиваешь? Потому что менеджер уверен, что у этого человека есть цели. Он знает эти цели, он знает свои правила игры. Он знает, что с ним будет, если он не выполнит свои задачи. И менеджеру все равно. Дома он работает, в офисе он работает. Этот вопрос вообще не должен звучать. Поэтому если я нормальный менеджер, то когда мне сотрудник спрашивает, можно ли я поработаю дома, это он меня обвиняет в микроменеджменте. Это он мне фактически в лицо говорит, да ты плохой менеджер, я пришел к тебе показать тебе это. То есть это я расписываюсь в собственной безграмотности, если я слышу такой вопрос от сотрудника. Если мне сотрудник спрашивает, а можно ли я посижу на этом стуле, а можно ли я поработаю дома, а можно я отойду сейчас пообедать, а можно мне в туалет сходить. Это все вопросы, которые задают плохие сотрудники, плохие менеджеры. И вот этот вопрос задан мне. Поэтому я, как нормальный менеджер, должен ответить, конечно, почему ты меня это спрашиваешь. То есть если я, допустим, прихожу в новую команду в первый день работы, и у меня приходит ко мне новый сотрудник, который там уже работает, и говорит, можно я отойду в уборную, то я понимаю, какой здесь был менеджер до этого. Я говорю, секунду, мне эти вопросы не задавайте. У вас есть задачи, у вас задачи есть цели, по целям есть мотивация, по целям есть бонусы, по целям есть наказание, если вы их не выполните. Не трогайте меня со своими завтраками, обедами и где вы будете работать. Понятно? Это первый вопрос. Кто ответил 1А, 1С, то есть есть такие люди. Отлично. Значит, не все потеряно. Второй вопрос. Сидит программист, смотрит YouTube, а дедлайн приближается, и мы должны что-то с ним делать. Вариант, первый ответ – это что ты делаешь. Классический способ, лакмусовая бумажка, как проверить, что менеджер – это микроменеджер, это менеджер, задающий вопрос, что ты делаешь. Если у вас менеджер, если вы, как менеджер, спрашиваете у человека, что ты делаешь, что вы делаете, это вы, опять же, расписываетесь в собственной профнепригодности. Этого вопроса звучать не должно. Что вы делаете? Да что хочу, то и делаю. Это мое дело. Я сам управляю своим временем. Я сам решаю, что мне делать. Вы мне цель поставьте. Вы определите мои бонусы, которые я получу, когда эту цель достигнете. Я сам разберусь, как управлять этим временем. А что я сейчас делаю? Смешиваю я муку, или я уже кладу манку, или я сейчас даю тесто настояться? Да какая вам разница? Это мои профессиональные навыки. Я в этот момент, может, мне нужно смотреть YouTube, может быть, я писал код, а потом мне нужно 5 минут посмотреть YouTube, расслабиться, и потом вернуться к написанию кода. И тут подходит мой менеджер, Project Manager, Team Lead, и говорит, а почему ты смотришь YouTube? А ты хорошо понимаешь программирование, ты знаешь, когда мне нужно YouTube смотреть, ты знаешь, в какой момент мне нужно это делать? Может быть, мне нужно так? Может быть, такая у меня модель работает? Может быть, я ночью напишу этот код, а сейчас я посмотрю YouTube? Нет. Микроменеджер спросит, что же ты делаешь такое? Почему ты сейчас не делаешь то, что я ожидаю от тебя, что ты будешь делать? Это вариант 2А, это значит человек, ну, настоящий микроменеджер. Поговорить с ним позже. Вариант немножко получше, но такой, затаить обиду это называется. Он смотрел YouTube, я ему это еще вспомню. У нас будет митинг, вот мы завтра это поговорим, и я на этом митинге скажу, вот, ребята, чтобы никаких YouTube, у нас дедлайн. Это не прямой микроменеджмент, не сразу, но такой мягко заходящий, мягко тоже травмирующий людей, потому что он поймет ваше недовольство, он поймет, что начальник чем-то недоволен, он поймет, что он что-то сделал не то, и вместо того, чтобы опять, как ему комфортно достигать своих целей, он начнет подстраиваться под вас. Он начнет работать не на проект, не на задачу, не на цели, поставленные бизнесом, а на вас. А это большая такая классическая, опять же, ошибка микроменеджера, когда сотрудники работают на менеджера, а не на задачи, а не на проект. Мы не должны делать так, чтобы программисты работали на нас, они должны работать на общую задачу, на общую цель проекта. У проекта есть там цель, не знаю, 25 новых фич закончить в конце месяца. Вот это цель. А не сделать счастливым начальника, а не сделать, чтобы начальник был доволен, что никто не смотрит YouTube. То есть должны быть отношения не начальник подчиненный, а подчиненный проекта. А в начальнике задача тимлида. Это, в общем-то, вот у меня задавали сегодня с утра вопрос, мы интервью такое короткое делали, задавали вопрос, какие три задачи у правильного тимлида, чем он должен заниматься. Я думаю, что три вещи, которые должен тимлид делать, любой project manager, это первая задача, это определить, определять правила игры. Ежедневно, ежечасно он должен думать о том, по каким правилам лучше всего, чтобы мы играли. За что люди должны бороться, что у них должно получаться, к каким целям они должны стремиться, какие должны быть показатели, метрики, я не знаю, как их угодно назовите, я знаю, метрики многие не любят, но к каким показателям, к каким результатам мы должны приходить и по каким правилам, что можно делать, что нельзя, какие процессы должны в нашей команде быть. Это первое. Второе, project manager должен заниматься обеспечением того, что, как бы сказать, реворды, то есть поощрения, поступали вовремя и в нужном объеме, чтобы были поощрены сотрудники вовремя. Если они играют по правилам, они получают реворды, деньги, бонусы, отпуск, что угодно, какие-то реворды. За что люди здесь работают? Люди работают не просто так, они работают за что-то. Каждый из участников команды работает с какой-то своей личной целью. Он преследует, каждый человек преследует какую-то личную цель, в первую очередь. И вот нужно, чтобы эта личная цель была удовлетворялась, когда человек играет по правилам. И третье, что должен делать project manager, это наказывать, убедиться в том, что наказание неизбежно наступает тем, кто играет не по правилам. Это не обязательно должно быть увольнение или какие-то штрафы в деньгах. Я, в принципе, против увольнения и против штрафов. Я за то, чтобы была какая-то система наказаний, которая обязательно имеет место, если люди фейлятся, если у них получаются провалы в их работе, если они играют не по правилам. И не смотреть YouTube, такого правила не должно быть у нормального project manager. Это странное правило. Если я приду в компанию, в проект, и мне скажут, ты программист, но YouTube смотреть нельзя. Ну, я удивлюсь, и, возможно, в такой команде работать не буду. Вот три вещи, которые я должен делать. И поэтому третий вариант, два С. Ну, если он смотрит YouTube, ну, может, там что-то интересное. Если у меня есть время, я тоже посмотрю. Ну, почему нет? У меня свои правила игры, у него свои правила. Он стремится к достижению сильного эха. Да, он стремится, да, вот так лучше. Он стремится к достижению своих целей. У меня свои цели. Почему бы мне, если у меня есть пять минут времени, не посмотреть что-то интересное на YouTube? Я тоже посмотрю. У нас разные цели. У меня свои, у него свои. Если он считает, что ему для достижения своих целей, и он знает про наказание, он знает про поощрение, он в этой вилке кнута и пряника находится, он знает, зачем ему работать, и он знает, почему ему не стоит нарушать правила. Он об этом прекрасно знает, ему эти правила сообщены. И поэтому, если он в рамках этого диапазона считает, что ему стоит посмотреть YouTube, я к нему присоединюсь. Кто ответил 2C? Молодцы. Вопрос третий. У нас есть митинг, и дизайнер говорит, что я не хочу на ваш митинг идти. Ну, опять же, здесь немножко сложнее вопрос, но тоже, если дизайнер не хочет идти на митинг, вообще, кому нужен митинг? Вот в этих правилах игры, кому нужен митинг? Видимо, митинг нужен Project Manager, мне. То есть я подошел к дизайнеру и говорю, давай-ка ты сходишь с нами на митинг. Это мне нужен этот митинг. Если она говорит, мне не нужен ваш митинг, у меня и так все окей, у меня есть задачи, у меня определены цели, я понимаю, зачем я здесь работаю, я понимаю, что я получу, когда я нарисую, закончу рисовать этот дизайн, идите вы сами на этот митинг. Но он нужен Project Manager. А раз он нужен Project Manager, так давай мне 50 долларов. Ну, условно, я здесь написал ради шутки эти 50 долларов. Дай мне что-то, я пойду на твой митинг. Вот ты же мне пришел, в правилах игры же не было, что я буду рисовать, и мне будут поощрять за нарисованные там эти картинки. И вдруг мне говорят, стоп, не рисуем, идем общаться с людьми, которые тебе, вот тебе неинтересно с ними общаться. У тебя нет интереса к этой теме, например, к этому митингу. Конечно, это совершенно нормальный вопрос, я не хочу на него идти, занимайтесь сами этим митингом. А если вы хотите, чтобы я в этом митинге участвовал, ну, дайте мне что-то, поощрите, дайте мне какую-то мотивацию. Не знаю, деньги, бонусы, поинты, скажите, что там, снимите какую-то другую задачу с меня, освободите меня от какой-то другой работы. То есть какой-то трейд должен быть, какой-то обмен. Вот третий пункт, это именно про обмен. Пускай это в шутливой форме, но это именно об этом. О том, что с сотрудниками нужно не давить их, не микроменеджить их, не управлять ими, как, так сказать, бесплатной рабочей силой, а уважительно с ними, на уважительных таких, на договоренностях, как торговые отношения. Человек нам дает свой труд, свой результат, он вкладывает свои силы в проект, проект ему тоже что-то дает в обмен. Если этот обмен, как говорит этот дизайнер сейчас, нечестный, то значит надо сделать его честным, надо его подкорректировать, нужно что-то дать этому человеку взамен. Поэтому первый вариант, you have to attend, то есть ты должен присутствовать в любом случае, он категорически неприемлем, потому что, ну это микроменеджмент, это вот берем тесто и размешиваем его 20 минут. Второй вариант, это тоже такая манипулятивная техника, мы с тобой еще позже это обсудим, то есть мы просто пугаем человека, чувство вины вызываем этого дизайнера, мы делаем так, что она начинает думать, я что-то делаю не так, видимо в правилах игры не было сказано, что я должна удовлетворять этого менеджера и ходить всегда, где он скажет. Видимо я что-то забыла, видимо мне не только нужно рисовать красиво, видимо не только мои дизайнерские скилзы здесь нужны, а еще и умение быть полезной вот именно этому человеку. Ну это называется иногда софт скилз, но это не софт скилз, это никакого отношения к софт скилз не имеет. Софт скилз это совершенно другое, в этом случае это просто подхалимаш, который мы пытаемся включить у человека, вот это вот такое стремление удовлетворить начальство. Его совершенно не должно быть. Если вы как микроменеджер это потворствуете этому, вы получаете проблему. Кто ответил 3С? Скажите мне. Хорошо, даже там вот сзади. Четвертый вопрос, всего их 6. Четвертый вопрос, новый программер пропускает важный дедлайн уже дважды, без какой-либо причины, мы не понимаем. Мы взяли программера на работу, мы поставили ему дедлайн, он дедлайн провалил, не сделал то, что нужно, мы поставили новый дедлайн, он провалил его снова. Вопрос, что с этим делать? Ну, наверное, самый худший, наверное, самый лучший ответ, опять же, если мы не микроменеджеры, то, как вы уже, наверное, догадались, это А, Б или С. С. Действительно. Почему он не удовлетворяет? Скорее всего, у него недостаточно мотивации. То есть он в этой вилке кнута и пряника, ему недостаточно кнута, потому что вы его до сих пор не уволили. Значит, он видит, что никакого кнута здесь нет в этой компании, скорее всего. Он раз провалил дедлайн, он два провалил дедлайн, и вы все еще, он у вас программер, все еще, то есть все как бы окей. Вы же продолжаете ему платить? Продолжаете. Значит, кнут не работает, он в этот бортик не уперся, не ударился. И в этот он не ударился, никакой мотивации тоже нет, видимо. Почему он еще не может это закончить? Вы же его взяли на работу, у вас было какое-то интервью, вы его проверили технически, значит, у него технических знаний хватает, на наказание вы никакое к нему не применяете. Значит, видимо, не хватает мотивации, ему нужно добавить денег, скорее всего. Ну, это немножко может быть утрировано, прям добавить денег, но в эту сторону поговорить. То есть начать разговор нужно с того, что, слушай, а чего бы тебе дать, чтобы третий раз ты дедлайн не провалил? Давай поторгуемся. Давай я, может быть, дам тебе больше зарплаты, а может быть, добавим тебе бонус, если ты конкретно этот дедлайн не провалишь, мы дадим тебе, не знаю, 200 долларов. То есть какую-то торговлю включить. Это будет правильный подход. Конечно, совершенно, ну, уволить, уволить этого дизайнера, этого программиста, наверное, вариант B, он тоже не совсем плохой, потому что это вот то самое, то самое наказание, которое он почему-то не ударился в первом случае, в первом дедлайне. Но это не самый лучший способ. Вообще увольнение, на мой взгляд, это механизм такой слишком сурового наказания и бестолкового, потому что увольняя людей, вы прежде всего расписываетесь в собственной профнепригодности в том числе. Вы брали этого человека, вы планировали этим человеком управлять, вы делали какие-то усилия для того, чтобы им управлять, вы как-то организовали систему этих правил игры, по которым человек должен был играть. И в конце концов, вам приходится уничтожать этот элемент, который в вашей команде присутствовал. Не он сам уходит, потому что ему тяжело работать по вашим правилам. Вот когда человек сам уходит, это прекрасно. Это значит, что ему не подошли правила вашей игры. Это нормальный, миролюбивый расход. Я посмотрел на ваши правила, я баскетболист, пришел играть в футбольную команду, побил, побил вашим мячом, побил ногами ваш мяч, у меня что-то не получается, я не забиваю, до свидания, я ушел. Ему просто не подошли правила вашей игры. Так и здесь. Он пришел, он программист на Java, у вас другой язык программирования, он попробовал, он видит, что за успешные дедлайны даются бонусы, за проваленные дедлайны даются какие-то минусы, штрафы. Он видит, что он не вписывается в ваши правила игры, он разворачивается и уходит. Это хороший расход. Это значит, что ваши правила игры достаточно строгие, для того, чтобы удерживать лучший элемент, лучшие, наиболее подходящих людей. Не лучших и худших, а наиболее подходящих. Потому что каждый из нас, каждый программист, каждый технический сотрудник где-то может быть лучшим. В каких-то других правилах игры, в какой-то другой команде. Просто в вашей команде нужно создать такие правила, которые максимально соответствуют целям бизнеса. Бизнес хочет, чтобы вы, например, максимально быстро программировали. А есть люди, которые программируют медленно, но программируют супер качественно. И вам они просто не подходят. Они придут к вам, а у вас, например, жесткие дедлайны, и вам супер важно все заканчивать строго в срок. Они пойдут в другую команду, где сроки не так важны. Можно пропустить раз дедлайн, два дедлайн, три, но на четвертый выдать такой результат, который лучше, чем у всех в индустрии. Это будут другие правила игры, они не ваши. В ваших правилах игры нужна супервысокая скорость. То есть вы должны правила игры подстраивать так, чтобы люди сами отваливались, когда им не подходят. А когда вы у людей увольняете, то это вы, в общем-то, показываете, что вы сделали много ошибок до этого. Неправильно наняли, неправильно подобрали, неправильно объяснили правила. Много чего сделали неправильно. Поэтому вариант 4B, он средний. Ну и, конечно, вариант 4A, ну понятно, это классический микроменус. Давай ко мне репортить тебя чаще, давай ко мне информацию каждый день, каждый час, каждую минуту. Как ты это тесто размешиваешь, почему у тебя не получилось, я буду вникать, я поставлю тебе ментора, я поставлю тебе коучера, и мы будем внимательно следить за тем, как ты работаешь. Вы убьете просто мотивацию человека, он превратится в такое безвольное и бездумное существо, которое вам в итоге вы потеряете значительно больше. Кто ответил 4C? Были такие люди? Всего несколько человек. Ну, значит, вы мыслите правильно. Пятый вопрос. Вы находите программиста, да, который работает над чем-то другим. То есть у вас есть программист, ему вдруг дала другая команда, задание, и он это задание выполняет. У кого случались такие ситуации? Кто такое встречал? Это встречается сплошь и рядом, это называется двуеначалие, двуеначалие. Это категорически запрещенная вещь, например, в той же армии, это категорически не приветствуется и наказывается. То есть никогда у человека не должно быть два начальника. И, в общем-то, это вина менеджера, потому что менеджер не объяснил своему сотруднику, что ему не надо слушать, что ему говорит другая команда. Вот эти все идеи о том, что, ну, я их не приветствую, идеи о том, что у нас флет-организация, у нас нет начальников, у нас все ходят друг к другу и просят друг друга что-то сделать. И для нас не важны иерархические связи, нам важно отношение между людьми, и важно просто подойти и попросить, и человек тебе сделать. Это будет значительно эффективнее, чем если ты его начальник, и ты ему приказываешь. Я эту всю ерунду не верю, не покупаю и вам не рекомендую. Я считаю, что правильное управление это классическое управление, это когда есть начальник, у него есть подчиненный, у подчиненного всегда один начальник. Не важно, что происходит, но слушаем мы, что делать только от одного человека, только из одной точки. Этот начальник может смениться, может появиться другой, но он всегда один. И поэтому, если так случилось, что у вашего сотрудника вдруг появилась задача, которую ему дал кто-то другой или ей кто-то дал другой, это значит, что вы некачественный менеджер, это значит, что у вас проблемы с управлением, это значит, что вы не умеете поставить, четко обрисовать, опять же, правила игры, сказать, что, дорогой, вот у нас только так. Если тебе нужно что-то сделать другое, если к тебе придет какой-то человек сбоку, ты подходишь ко мне и говоришь, меня просят сделать там что-то другое. Вот, ты знаешь, я вот пишу код, ты как, я пойду, ну то есть, у меня меняются приоритеты, значит, я уже не выполню тот код, который я писал, я не закончу этот дедлайн, давай его двигать, я пошел делать что-то другое. Если он этого не сделал, это ваш фейл, это вы как менеджер никуда не годитесь. Поэтому правильный ответ, конечно, С, это мы идем туда и спрашиваем, как вы там так умеете, что вы вот и теми управляете, еще и наших воруете. То есть вы и там управлять умеете, еще и забираете наш персонал и ими управляете. Вариант А, попросить немедленно остановиться, ну понятно, что это микроменеджмент, вдруг остановиться. Ну какие-то человек свои планы, может быть он имеет что-то в голове, может быть это нужно делать для проекта, может быть это, ну то есть масса может быть ситуаций, почему вдруг остановиться. Вообще любые такие приказные, любые директивы, которые спускает менеджер на своих сотрудников, любое директивное управление это микроменеджмент, вот это зачастую. Когда мы ставим, даем инструкции, а не ставим цель. Ну и вариант 5b, спросить, чем же там она занимается, ну такой средний вариант, который тоже на пути к микроменеджменту, давай-ка разберемся, что там происходит, может быть там, может быть там что-то критичное, может быть так надо было, может быть я был в отпуске, вот я вернулся, не было связи со мной, и вот она там схватила эту задачу, потому что там, не знаю, кран упал, сервер упал, нужно было это делать. Возможно, ну вариант средний. Кто ответил 5c? Значительно больше людей, хорошо. То есть вы понимаете ошибку, понимаете, что нужно поучиться там менеджменту. Ну и последний вопрос. Да, наверное самый интересный, приходит к нам девопс и говорит, я получаю меньше денег, чем мой сосед программист. Он так узнал об этом, и он его это соответственно не устраивает, он бы хотел что-то с этим сделать. Есть ли у нас, это вопрос к оплате труда, есть ли у нас в команде, хорошо определены правила игры, если мы знаем точно, чего нам от этой, от людей нужно, если мы знаем, у кого какая квалификация, если мы знаем, кто какие цели достигает, если все эта информация открыта, и мы знаем, что у каждого есть свой объем контрибьюшена в проект, свой объем вклада, который они делают в проект, то мы точно так же свободно и открыто можем им сообщить о том, кто сколько за это получает. И если, видимо, девопс приходит и говорит, я получаю меньше, значит, по нашим правилам игры, так тебе и нужно платить, значит, нам настолько нужен девопс, и если тебе недостаточно этих денег, значит, вариант первый, иди ищи другую команду, где платят девопсу больше, и таких команд наверняка много, либо стань программистом, потому что в наших правилах игры программисту платят больше. Это как если бы пришла медсестра и сказала, почему я получаю меньше, чем хирург, ерунда какая-то, хирург получает в два раза больше, я в два раза меньше, я хочу как он получать. Мы бы сказали, слушай, но ты медсестра, а он хирург, он выполняет, он режет там, он выполняет операцию, ты инструменты подаешь, у вас разные задачи, и поэтому мы даже обсуждать не будем. Хочешь больше, стань хирургом. Все просто. То есть никто не будет обсуждать с этим человеком, почему вот у тебя у медсестры зарплаты меньше, чем у хирурга, потому что у вас разные квалификации, вы нам для разного нужны. Нам не нужно два хирурга, нам нужен один хирург, одна медсестра, и поэтому мы платим здесь 100 рублей, а здесь 50 рублей. И вопрос закрыт. Если человек приходит и говорит, я хочу больше, с ним никто не будет договариваться на то же 100 рублей. Ему просто скажут, ну так надо стать хирургом, вот тебе еще там 5 лет обучения, и no problem. Так же должно быть и здесь. То есть всегда, когда у вас просят повысить зарплату, если этот вопрос возникает, это первое всего укор вам, это значит, вы неправильно определили правила игры. Вы сделали непонятным для человека, почему он получает столько. То есть непонятно, непрозрачна эта информация. Почему DevOps получает 100 рублей в час, допустим, а программисты 110. Эта информация должна быть понятна. Ну потому что нам DevOps не так важен в этой команде. Или, допустим, потому что DevOps процессы уже давно налажены, и все, что нужно делать, это их поддерживать. Или потому что DevOps тратится на него, необходимо меньше времени. То есть есть должна быть логика какая-то. Если этой логики нет, это говорит о том, что вы управляете людьми без прописания, без вот этого формирования этих правил игры, без уточнения того, кто что делает, и почему, и зачем. Ну и вариант, конечно, здесь 6а, это пообещать повышение, вариант опять манипулятивный, пообещать, значит, скорее всего, не дать, оттянуть решение проблемы на потом, он всегда худший, чем решить проблему сейчас. Лучше всего либо отказать, либо дать повышение сейчас. Поэтому вот так. Кто ответил 6c, я думаю, что многие, наверное, сказали так, достаточно много людей. Ну вот так вот я хотел вам это все рассказать. В общем-то, все. То есть если вы микроменеджер, если у вас больше, чем 8, то вы микроменеджер. Ну и последние мои два слайда. Я бы хотел порекомендовать вам литературу, потом мы к вопросам перейдем, которые у вас, наверное, есть. Хотел бы порекомендовать книжку, которая вам поможет, если вы как менеджер этим интересуетесь. Вот эта книга, которая мне очень помогла в области менеджмента. Я считаю, что это лучшая книга в области менеджмента. Она вам не про agile будет вас учить, она будет учить не про эмоциональный интеллект, не про лидершип. Она будет рассказывать о том, что такое менеджмент. Вот именно об этих правилах игры, поощрениях, наказаниях, контроле качества и многих других вещах. Она касается PMT-сертификации, но это не принципиально. Она не про сертификацию. Она рассказывает о менеджменте очень понятным, доступным языком и очень, на мой взгляд, качественно. Это лучшая книга. Автор книги, к сожалению, умерла уже несколько лет назад. Но она, мне кажется, лидер в области менеджмента на этой книге уже 10 лет ее перечитываю. И есть еще моя книга, которую я тоже рекомендую. Я ее написал, опубликовал примерно полгода назад. Она есть, кстати, вот в издательстве Питера, она на русском языке. Можете подойти, стол стоит в лобби. Там я эти вопросы затрагиваю. Тоже о менеджменте, тоже рассказываю. То, что я сегодня рассказал, только в значительно больших словах, в больших деталях и в больших подробностях. Она есть на Амазоне. Кто хочет ее купить напрямую, у меня есть вот такой e-mail. Можно ее купить. Все ссылки на слайды я опубликую в канале, в Телеграме, на который вы можете подписаться. И вот мой линк на все социальные сети. Вы можете меня найти в Твиттере, в Фейсбуке, в Гитхабе, в Инстаграме, где угодно. В общем-то все. Теперь ваши вопросы. Спасибо. Да, спасибо, Егор. Пока волонтеры несут микрофон, от меня комментарий. Егор, очень провокационный доклад. У меня сотрудники уже написали, что начнут срывать дедлайны и требовать повышения зарплаты. Вопросы? На самом деле, хороший комментарий. Я скажу, что действительно все то, что я рассказал, касается сильных тимлидов, сильных менеджеров. Конечно, если вы слабый менеджер, вы боитесь своих сотрудников и боитесь управлять командой, то у вас, скорее всего, это не получится. Да, наверное, это был комментарий, надо было сделать в самом начале. Все, что я говорил, конечно, касается тех, кто готов бороться, кто готов иметь такие вот претензии, как я хочу больше денег, я сейчас буду смотреть YouTube. нужно с этим уметь что-то делать и, в общем-то, воевать. Вы должны находить, это достаточно, работа требующая, это тяжелая работа хорошего тимлида. Плохой тимлид, он приходит в офис, раздает всем конфеты и надеется, что все хорошо сложится. Хороший тимлид, это постоянная борьба, борьба, борьба. Борьба с людьми, которые хотят смотреть YouTube. Если тимлид слабый, его будут использовать. Если тимлид микроменеджер, то на нем будут ездить. Его будут использовать, будут смотреть YouTube, будут срывать дедлайн, и при этом все равно получая зарплаты. Если тимлид сильный, то он сможет сделать так, что команда работает эффективно и достигает своих целей. Да, спасибо. Итак, у нас 10 минут. Давайте. Да, раз-раз. Всем привет. Меня зовут Артем и я микроменеджер. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Если я менеджер в какой-то компании, скорее всего, я отвечаю за результат. И когда ко мне придет море руководитель и спросит, почему я провалил проект, что мне ему ответить? Потому что, кажется, ответ, потому что я не микроменеджер, его вряд ли устроят. И есть ли какие-то позитивные все-таки кейсы, когда микроменеджмент оправдан? Спасибо. Да, действительно, микроменеджмент – это такая болезнь, которая пронизывает все слои организации. Если над вами стоит тоже микроменеджер, и вы микроменеджер, то вам, конечно, не исправить эту ситуацию в одном слое. То есть нельзя стать не микроменеджером, если над вами такой же, который вас спрашивает, а чем вы там все занимались вчера? Или что вы сейчас делаете? Поэтому, когда к вам придут и спросят, да, почему все провалено, но вы должны либо признаться, что я плохой менеджер, микроменеджер, уберите меня, ну, либо придумать какую-то историю, типа, да у нас вот заболел этот, потом этот ушел в отпуск, а еще у нас компьютер поломался. И там съедят это дело и скажут, ну, да, действительно, у них же причины были, поэтому, ну, хорошо, дедлайн перенесем. Но если там находится нормальный менеджер, и он нормально определил вам правила игры как менеджеру и сказал, дорогой менеджер, вот тебе бюджет, вот тебе сроки, вот тебе дедлайн, если ты их не выполнишь, вот твои штрафы, вот твои наказания, а если выполнишь, вот твои поощрения, и вы в этом диапазоне не сработали, ну, получите свое. И вопрос второй был, да, в каких случаях оправдан микроменеджмент? Действительно, вопрос очень хороший, микроменеджмент оправдан в критических ситуациях. Если у вас упал сервер, и у вас есть 3 минуты, чтобы его поднять, вы забываете все, что вы знали о менеджменте вообще, вот все, что я рассказывал, и включаете режим микроменеджмента. Вы говорите, ты иди сюда, сел на этот стул, исправил этот сервер, а ты иди сюда и проверил, как он это сделал, и вы сделаете это сейчас. Вы не идете в туалет, вы не идете на обед, вы делаете сейчас, now. Но такой режим, такого экстремального менеджмента включаться должен редко и иногда. Он нужен, без него невозможно, потому что есть ситуации, когда вы забываете про все эти цели, задачи, сроки, вы просто берете и используете людей ради своих целей. Вы просто им говорите, сейчас вы будете делать то, что я хочу, и мне не важно, что вы думаете. В какой-то момент вы такую свою власть можете использовать. Но если вы делаете это часто, в конце концов, люди начнут понимать, что они начнут вас власть забирать, и вы ее будете терять. Но такой режим оправдан в таких критических ситуациях. Чем у вас больше таких критических ситуаций, тем вы хуже менеджер, естественно. Да. Раз, раз, раз. Да, здравствуйте, супер доклад, спасибо. В такой схеме менеджер какими полномочиями должен обладать, чтобы это все работало? Да, вопрос хороший, перекликается с предыдущим вопросом. Какие полномочия должны быть у менеджера? Я считаю, что у менеджера должны быть максимальные полномочия. То есть менеджер, я когда бывала у меня ситуация, когда в моей практике, когда я приходил в команду и меня вставили типа менеджером, и мой первый вопрос, я могу всех уволить завтра? Если мне отвечают нет, я говорю, ну я здесь не менеджер тогда, я просто координатор, координатор, надсмотрщик, кто угодно. Если я не могу завтра уволить всех людей в моей команде одним решением, ни с кем не консультируясь, значит я не менеджер. Вот если у вас нет такой власти, значит понимаете, что вас держат за надсмотрщика, за координатора, но вам не дают власть как менеджера. Поэтому это проблемы к высшему, кто над вами находится. Значит вам не дали тоже правила игры, вам не дали эту вилку наказания и поощрения, у вас нет достаточных полномочий. Если вы можете это сделать, значит вы управляющий, значит вы реально менеджер. Ну я так считаю. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Когда возникает достаточно крупная задача, то у нас по крайней мере принято, что мы просим человека, который ее будет решать, написать некоторый план. И дальше проводится дизайн-ревью. При этом, если он выполняет эту задачу, считаешь ли ты вот такой подход к микроменеджменту? Я думаю, что это не микроменеджмент, потому что мы его на входе. У нас есть такие правила ММ игры. Мы говорим, что каждый из вас должен перед началом своих действий дать нам на ревью, для того, чтобы мы убедились в отсутствии рисков, в чем-то таком, дать нам этот план. Я думаю, что это не микроменеджмент, потому что мы даем полномочия человеку на создание этого плана, мы даем полномочия на исполнение этого плана. Если нам этот план не нравится, мы план можем подкорректировать, но когда план будет утвержден, он действует самостоятельно в рамках этого плана. Поэтому я думаю, что это неплохой подход. Мне кажется, в армии делается примерно так же точно. То есть сначала мы спрашиваем, как вы будете наступать, нам предлагают некий план, штаб его создает. Ничего, что я отсылаюсь на ссылки на армию. Я не думаю, что это худшая форма управления. Это форма управления, которая себя доказала за тысячи лет развития цивилизации. Мне кажется, мы из нее многое можем почерпнуть. Поэтому вот как в армии мы спрашиваем штаб, просим штаб этого дивизии, не знаю чего, создать нам этот план, мы этот план утверждаем и дальше эта дивизия двигается по этому утвержденному плану. Поэтому я думаю, что это не микроменеджмент. Здрасте. Здрасте. У вас был блок про наказание. Я просто вообще против наказания. Я был уверен, что единственное, что ты можешь делать, это давать хороший фидбэк, там один на один собирать и обычно не наказываю. И вы при этом перечислили способы, как не надо наказывать, а как надо наказывать, я так и не понял. Да, хороший вопрос. Как надо наказывать? Зависит, во-первых, от формы оплаты, если у вас, ну, зависит от многих факторов. Я могу сказать, как бы я наказывал. Во-первых, скажу, что, вот как вы сказали, мы привыкли к тому, что есть только позитивная обратная связь. Ну, то есть, мы даем один на один, даем обратную связь в позитивном плане. Вы сказали, что нужно поощрять, не нужно наказывать. Да, с этого началось? Немного негативное. Ну, вот очень часто, очень часто менеджеры, которых научили, что нужно давать один на один позитивную связь, они используют наказание в виде просто недостатка этого фидбэка. То есть, если мы одному человеку даем часто позитивную обратную связь, а другому даем редко, то вот оно, вот это и наказание есть. Просто это наказание, которое не прописано нигде и которое тяжелее всего воспринимается. На мой взгляд, наказание, которое непредказуемое, которое непонятное, и которого не ждали, и к которому не готовились. Это наказание наиболее деструктивное и наиболее разрушающее психику, психологию, психопсихику человека. Лучше всего наказание, которое заранее прописано. Я скажу, какие могут быть наказания. Например, это просто в нашей системе, в зерокрасе, в компании, где я работаю, у нас поощрение в виде оплаты за результат. То есть есть некий таск, некая задача, некие задачи программисту, они там сваливаются, одна, вторая, третья, десяток задач. За каждую задачу программист получает свой бонус, финансовый. У нас это в долларах США. Он получает деньги, когда он закрывает задачу. Задача закрыта, он получил деньги. То есть мы не платим в конце месяца, мы не платим в конце недели, мы не платим за время его работы. Мы платим только, когда задача закончена. А если задача не закончена, мы не платим. Вот у нас вилка поощрения и наказания. Либо он получает 100 долларов, либо не получает. Мы в минус не идем, мы ничего не забираем у человека. Но если он задачу не закончил, у него, соответственно, недополученные 100 долларов на счету. Вот такая простая формула наказания. Вы можете сделать что-то в этом же духе, допустим, если человек, у него получается что-то сделать, он получает эти поинты, например, какие-то, закончил задачу вовремя, единичка, сдал дедлайн, десятку добавили ему, поинтов каких-то, он там, не знаю, завершил какое-то количество тестов, он выполнил что-то вовремя, ему какие-то единички добавляются. А потом те, у кого меньше этих поинтов, чем сколько-то, те получают, например, в месяц, не получают прибавку к жалованию или как-то так. То есть я, в принципе, выступаю за финансовую мотивацию, мне она кажется наиболее прозрачной, деньги, они не зря были придуманы, проще всего мотивировать деньгами. А дальше сам человек решит, что делать с деньгами, в отпуск ему поехать, пойти ему там, не знаю, пиво выпить с друзьями или что-то другое. Поэтому, когда компании мотивируют отпусками и бесплатными там обедами или, допустим, свободным днем, каким-то добавкой к отпуску, это просто они используют, не умеют использовать деньги. То есть деньги для того и придуманы, чтобы дайте мне эти деньги, я сам решу, что мне с ними делать, то ли мне сходить в кино, то ли мне купить новый айфон. Ну вот так, поэтому деньги, ответ мой такой, штрафовать лучше деньгами, но, конечно, не в минус. Вот эта вот идея вычитать из людей какие-то деньги, она мне не нравится, потому что она вызывает много негатива. Просто не додавать, кому-то даем больше, кому-то меньше по какой-то формуле. Как быть в условиях ограничений? Вы очень много говорили про то, что нужно торговаться сотрудникам и какие-то плюшки ему обещать, но если вы понимаете, что он уже достиг такого уровня плюшек, больше какого вам руководство не позволит дать по тем или иным причинам, потому что у вас есть ограничения бюджета, финансирования, все дела. Вот если понимаешь, что руководство аргументированно объяснит тебе причину этих ограничений, но что-то делать надо, как-то людей мотивировать, какие варианты есть? Проблема у вас, да, плохо, тяжело. Это значит руководство не поддерживает ваш стиль менеджмента, который вы хотите. Это частая ситуация, действительно, когда руководство говорит, вот у нас жесткий бюджет, у нас нет никаких денег, никого мотивировать мы не будем, мы знаем, что на рынке все получают вот так, и поэтому не нужны нам ваши идеи про какие-то дополнительные бонусы, я сейчас уволю этих программистов, возьму других, буду платить стандартную рыночную зарплату, но это часто бывает, то есть менеджмент просто не хочет слушать эти идеи о дополнительной мотивации. Пробуйте какими-то поинтами, какими-то циферками, какими-то плюшками, которые ничего не стоят. Для людей на самом деле важнее, часто даже важны не деньги, к сожалению, а такой вот элемент геймификации, то есть игровой элемент. И вы будете удивлены, что многим людям важнее иметь 5 звездочек на какой-то доске, когда все имеют 4, чем дополнительные 100 долларов в кармане. То есть он ради этой дополнительной звездочки сделает больше, чем он бы сделал ради дополнительных денег. Это часто встречается, на мой взгляд, к сожалению, но это такая частая ситуация. То есть людей это мотивирует значительно больше, чем деньги, вот эта геймификация. Поэтому если нет денег, если вы не можете сделать прямую связь, деньги, результат, то используйте игровой элемент. Чем-то таким. Второй вопрос. Какое у вас соотношение мужчин-женщин в команде? У нас команды распределенные полностью. И у нас идет менеджмент, мы не знаем точно, кто у нас работает. У нас фриланс такая платформа, где фрилансеры из разных стран работают. И мы о многих фрилансерах, о всех, мы знаем только имя на гитхабе. Поэтому мы точно не можем сказать, кто из них мужчины, кто женщины, а кто там боты, может быть, с нами работают. Поэтому точно такого определения нет. Когда-то давно, когда я работал еще 10 лет назад, и мы тогда еще знали это все, имели всю эту информацию. Ну, по-моему, как в индустрии во всей. Там 7-10% женского персонала, у нас программисты, поэтому примерно 7-10%. Каждый десятый сотрудник – это женщина, каждые 9 остальных мужчины. Если это вопрос был к тому, каким из полов им управлять по-разному, мне кажется, что здесь я не вижу больших различий. То есть я бы поменял вот эти все техники к управлению мужчинами, женщинами или даже командами. То есть если я менеджер, который управляет менеджерами, то я бы применял те же практики. Я тоже бы определял правила игры, даже не зная, кто там в этих вот группах находится. Там люди, мужчины, роботы там работают, какие-то, не знаю, целые коллективы, целые компании. Везде один и тот же принцип. То есть мы определяем правила игры, определяем наказание и определяем поощрение. И постоянно следим за тем, чтобы это было на месте. Здравствуйте. Вопрос такой. А если мы уходим за рамки проекта, и у нас уже есть несколько проектов, и стоит задача взаимодействия между ними, и оно неэффективное, потому что люди занимаются каждыми своими делами в своих проектах, не пересекаются. А вот когда им нужно самодействовать с другом, один должен проект что-то предоставить, второй получить, что-то у них там общая такая деятельность. Ну, пока вот их людей не соберешь нос к носу, вот вы сядьте, вы сядьте, давайте, делайте. Все сидят в своих проектах, всем хорошо, а общие вещи не двигаются. Ну, очень медленно и тяжело. Вот как мотивировать на вот такую деятельность, которая выходит за рамки проекта одного? Ну, да, совершенно вопрос понятный. Я думаю, что нужно просто посмотреть, почему они не хотят этих взаимодействий, и, видимо, им просто не поставили это как цель. То есть у них, у этих людей, у одной команды свои цели, у другой команды свои цели. А общая цель, потому что была какая-то интеграция, чтобы было запущено это все одновременно, чтобы мы в общем, вдвоем какие-то сроки у нас соблюдались, эти цели только в голове у менеджера. И вы пытаетесь, имея эти цели у себя в голове, пытаетесь воодушевить, пытаетесь втянуть, пытаетесь как-то замотивировать, но у них личные цели совершенно другие. Поэтому нужно просто переложить ваши цели на их правила игры. То есть это как, я не знаю, там одна команда играет в футбол, другая играет в баскетбол, и теперь вы хотите, чтобы они все вместе пошли и стали сажать деревья. Но они не хотят, они хотят играть в свои там футболы, баскетболы, а вы их все время зовете, идемте, да так здорово, сажать деревья. Но им как бы это не очень интересно, да, у них другие задачи. А если вы скажете, идемте сажать деревья, за каждое посаженное дерево там 500 долларов, они все сразу бросят свои футболы, баскетболы и пойдут сажать деревья. То есть вам нужно сделать так, чтобы у них появились новые правила игры, чтобы вы им дали что-то, поторговавшись с ними, дали им что-то, что им совместно было бы интересно делать. А вот ходить по офису воодушевлять, я против этого совершенно. Это не работает. С профессионалами, с дураками, со слабыми программистами это работает. Те, кто еще не понял, те, кто еще в индустрии пару лет, они думают, что да, это очень важно, менеджер же сказал, нельзя его подвести. А если вы имеете дело с людьми, которые 10 лет в индустрии или 15, они видели таких менеджеров уже 10 штук, они знают, что это все ерунда, они знают, что они завтра, через год они уволятся все равно, и эти деревья, им на это наплевать. У них свои личные цели, они эти личные цели преследуют. И чем лучше вы свяжете цели проекта с их личными целями, тем вы получите более эффективных сотрудников. Вот связать это искусство, это тяжело. Хороший менеджер это умеет, большинство менеджеров это не умеет, большинство менеджеров как бы эмоционально управляют людьми, и у них это не получается. Да, вопрос вот здесь был. У нас последний вопрос, да, заканчивается. Можно в чат, я буду отвечать на все, что в чате были вопросы, отвечу. Ага, я тут. А если другую сторону взять, не микроменеджер, а макроменеджер. Вот приходишь на работу, вроде задачи есть, люди работают, зарплаты не просят, и как бы ты ничего не делаешь. Это хорошо или плохо? Это идеально. Хороший вопрос под завершение. Идеальный менеджер, тот, которого вообще не видно и не слышно, вы знаете, да, идеальный менеджер, тот, которого мы даже не знаем, а как его зовут, у нас есть менеджер вообще. Вот это идеальный менеджмент. Когда менеджер нарисовал правила игры, сделал их формальными, объяснил их, они напечатаны на стене, они работают, они выполняются. Я прочитал, пришел, я понял, куда мне приходить за деньгами, я понял, что мне сделать, чтобы эти деньги появились, и я понял, в какой момент меня уволят, что мне сделать для того, чтобы меня уволили. То есть сколько правил мне нужно нарушить, чтобы меня уволили. Кто писал эти правила? Как это работает? Где эта машина, которая деньги выдает? Мне совершенно все равно. Я не хочу никаких личных встреч с этим менеджером, не хочу знать, как его зовут, не хочу его видеть. Это идеальный менеджер. Таких менеджеров очень мало. А самый отвратительный менеджер, это когда я прихожу, и менеджер сидит со мной рядом за столом. Это кошмар. То есть он знает, что я делаю, как я делаю, чем я занимаюсь, где я, что я обедал, что я завтракал. Это самый худший менеджер. То есть вот правильный вопрос. У нас между макро- и микро-менеджментом огромное расстояние. А что такому менеджеру делать? Как-то не чувствуешь причастности вообще? Что такому менеджменту делать? Такому менеджменту работать над этими правилами. Смотреть на эти правила, написанные на стене, анализировать, как работает команда, смотреть на их результаты. Идеально всегда не будет. Конечно, команда будет где-то ошибаться, где-то он будет видеть проблемы, трудности. Но он смотрит на это все со стороны, смотрит на показатели, смотрит на динамику и меняет правила. Вводит туда какие-то изменения, предлагает новые правила. У вас идеальных правил не будет никогда, у вас будет огромное количество работы всегда. Но работать нужно, на мой взгляд, не с людьми, а с правилами, описывающими их жизнь. И тогда люди будут счастливы и вам благодарны. Все, спасибо. Спасибо за вопросы, за позитив. И Егор, кто же победитель с книжкой? К сожалению, Риты нет в книге, но есть другая. Так, мне нужно выбрать победителя, да? Ну давайте, вот последний вопрос был, мне кажется, очень хороший.